Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня в данном видео покажу, что делать, если у вас нет изображения в биосе. То есть, у вас грузится на рабочий стол, в сам биос заходит, но тупо нет изображения. Также не показываются вот такие вот постсообщения и логотип материнской платы. Если у вас по каким-то другим причинам не заходит в биос, то у меня есть отдельное видео по этому вопросу, ссылочку оставлю в описании, там рассказано про все остальные проблемы. Ну а в данном видео у меня появился такой дефект после замены монитора. Вот сейчас мы находимся в биосе, как вы можете видеть, черный экран. Что же делать? Современные мониторы подключаются через дисплейпорт. Очень часто в этом может быть проблема. То ли монитор не может принять сигнал, то ли биос как-то некорректно с ним работает. В общем, что делаем первым делом? Если у вас дисплейпорт, у вас по-любому есть разъем HDMI, и кабель в комплекте тоже должен быть. То есть первым делом мы подключаем наш монитор к видеокарте по HDMI и проверяем, появилось ли у нас изображение в биосе. Как правило, на видеокарте у нас бывает несколько разъемов. В моем случае тут три дисплейпорта, один HDMI. Нужно проверить их все. То есть проверять сначала HDMI, потом каждый дисплейпорт и смотрите, есть ли где-то изображение. Но это стандартное подключение к видеокарте. На компьютерах также имеется встроенное видео. Подключение происходит к самой материнской плате. Вот как вы можете видеть, тут есть у нас HDMI. Поэтому если у вас какие-то проблемы с ходом в биос, пробуем подключить к встроенному видео и проверить. Если у вас ноутбук, то вы можете подключить монитор точно так же к встроенному видео. Обычно разъем расположен на боковой панели. Вот как вы можете видеть на фотографии. В принципе ни в коем случае при использовании компьютера, когда вы собираетесь играть в какие-то игры, ни в коем случае не подключайте к встроенному видео. Потому что если вы будете играть через встроенное видео, у вас видеокарта не задействуется. Подключение всегда происходит именно к видеокарте. И тогда у вас не будет никаких просадок по FPS. Ну а если у вас есть какие-то проблемы, вот к примеру, как сейчас с этим биосом, то в этом случае можно воспользоваться встроенным видео. Идем дальше. Если вам ничего не помогло, тогда нужно будет воспользоваться другим монитором. Я воспользовался доисторическим монитором с подключением VGA через переходник HDMI. И каким-то чудом у меня появилось изображение в биосе. И после перезагрузки, когда я уже подключил новый монитор, уже все исправно отображалось. Получается это был какой-то глюк биоса. Чтобы в дальнейшем у вас проблема не повторилась, я советую просто сбросить настройки биоса, либо его обновить. Инструкции по обновлению биоса у меня есть на канале. Я успел отснять только для материнской платы SROG и для материнской платы MCI. Если впоследствии у меня будут другие видосы с обновлением биоса, я ссылочки эти в описании дополню. Там все подробно рассказываю. Но сейчас, хоть и даже все у меня работает, я быстренько обновлю биос. Включаем компьютер и нажимаем кнопку немного раз Delete, для того, чтобы зайти в биос. На ноутбуках обычно это кнопки F1, F2, ну и так для бесконечности. Все как-то все самостоятельно решилось. Здесь ничего сложного нет. Флешка с биосом уже вставлена. Открываем M Flash. У нас определил флешку. Это сам биос. Вы уверены, что выбрали этот файл? Да. И начинается обновление биоса. Все, как вы можете видеть, появились так и изображения пост, так и значок материнки. Единственное, на что еще придется потратить время, это на настройку биоса, потому что он сбросил настройки по умолчанию. Помните, что если у вас ноутбук, то самая распространенная проблема на них связана с переключением встроенной графики и дискретной видеокарты. Поэтому стопроцентный способ это просто подключить вот к этому разъему, как я показывал до этого, монитор. И у вас нормально будет отображаться биос. В принципе, на этом все. Напишите подробно в комментариях, какой из способов вам помог. Тем самым вы окажете помощь другому человеку, который столкнулся с такой же проблемой. Также поставьте лайк. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.